Что касается летчицы Савченко, то совершенно очевидно, что она совершила тяжкое преступление. И понятно, что на самом деле российская сторона вовсе не стремится к тому, чтобы меры уголовного преследования против украинских граждан, совершающих военные преступления за эти годы, чтобы они были... Это не самоцель, а самоцель это урегулирование ситуации в Донбассе и в Луганске. И очень важно, чтобы украинская сторона перестала систематически декларировать свои претензии на Крым, причем проявляя как амбиции военного характера, так и какие-то другие амбиции, другие средства упоминаются. Поскольку это, в общем-то, не что иное, как претензии на территориальную собственность Российской Федерации. Теперь возвращаясь к причине Савченко, на самом деле, можно предположить, что если бы не ее вот эти вот демарши, и не была бы поднята такая вообще жесткая волна ее заключения вокруг суда, то, возможно, после того, как был оглашен приговор, его быстрее бы отпустили на Украину. Рано или поздно, скорее всего, если украинская сторона будет предпринимать тактически благоразумные какие-то шаги, летчица Савченко вернется на Украину, и, конечно, там маловероятно, что будет отбывать свое наказание. Дело в том, что вопрос, в конце концов, и, в принципе, стоит не о большому счету, не о судьбе летчицы Савченко. Начиная совершила тяжелые преступления, это установил суд. Вопрос стоит о том, что Украина не только не смягчает свою позицию, но и наращивает русофобские настроения, антироссийские настроения. Чего только стоит, например, для меня это было просто, мне показалось, что может быть отвратительнее, чем заявление, что бессмертный пункт – это пляска мертвецов, что это пульт мертвецов, это же в украинской благосфере, в сетях постоянно звучит. И вообще, вот это вот кочувственное отношение к Дню Победы, оно, по сути, это вызов тем святыням, которые сложились вообще на территории России за последние 70 лет. Это как раз действительно реально тот вообще фундамент всякого преувеличения, который скрепляет современную Россию и соединяет всех нас. И, собственно, они тут пытаются бить под корень, конечно, у них не получается, но это и плевок в лицо России. И мне кажется, что вот такие частные вопросы, а вопрос в лече Савченко все-таки, это частный, а не принципиальный вопрос. Они тоже решатся и системно решатся тогда, когда Украина, собственно, все-таки остановится. Я надеюсь, что рано или поздно это произойдет, потому что Украина без всякого преувеличения все более и более наращивая скорость идет к суициду.